всем большой привет ребята на связи алина и онлайн школа узком и это одно из самых необычных видео на моем канале которые на самом деле мои ученики и ждут уже достаточно давно которые я сама хотела снять еще несколько месяцев назад это видео влог про мою учебу и жизнь в швейцарии я живу уже три с половиной месяца учусь и мне точно есть что вам рассказать и показать но для тех кто меня сегодня видит впервые вообще не понимает что происходит представлюсь меня зовут алина я преподаю егэ по географии в онлайн школе умску и в двадцать втором году я обращала бакалавриат то есть первую ступень высшего образования в московском государственном университете я окончила географический факультет мгу я долго думала что делать дальше и вспомнила одну из своих давних еще детских мечт это возможность учебу по обмену но она у нас сгорела из-за ковида во время бакалавриата и просто попробовать учиться в другой стране я выбрала швейцарию сейчас я здесь как и сказала уже три с половиной месяца покажу свой день и покажу свою небольшую поездку но это все не в рамках одного дня и в принципе расскажу про жизнь за границей но часто мне задают вопросы как вообще я поступила какой процесс и процесс поступления за границу он сильно отличается от того к чему мы привыкли в россии то есть тут не надо сдавать какие-то государственные экзамены каких-то испытаний для студентов нет и на самом деле поступление происходит за счет пакета документов которые подготовить это достаточно сложный процесс самые важные из них это резюме радость себе его называют мотивационное письмо и огромный пакет документов связанные там просто с тем кто ты такой паспорта дипломы скан аттестата перевод аттестата и конечно еще из интересного здесь очень влияет средний балл диплом мне очень от этого радостно потому что у меня красный диплом и достаточно высокий был балл плюс я поступила на направление environmental science и это по сути наука об экологии и у меня точно такой же ну похожий бэкграунд был потому что я оканчивала направление экологии природопользования кафедру физической географии мира в НГУ но сегодня у меня пара поэтому погнали на пару покажу вам университета дорога от общежития до университета у меня занимает 20-30 минут на автобусе или на автобусе и трамвае это конечно большой контраст с москвой до сих пор не могу привыкнуть к этим расстояниям мне кажется в самом начале я забыла упомянуть что я учусь в университете женевы это крупный университет у нас большой кампус я учусь в одном здании хожу обедать в другое сейчас я вам его покажу вот здесь кстати в летнее время стоят столы и можно кушать прямо на улице потому что внутри находится столовая вообще сама атмосфера мне очень нравится все очень милое новое и сейчас мы зайдем внутрь сразу покажу то что меня очень поражает до сих пор у меня есть студенческий это карточка с которой я могу ходить в столовые могу ходить в библиотеке но для того чтобы войти внутрь ничего не нужно тут нет никакого пропускного здание довольно крупное тут находится много аудиторий но у меня тут пары не проходят я обычно сюда прихожу на перерывах чтобы с кем-то пересечься и пообедать и конечно хожу печатать документы в библиотеку она находится вот там тут в принципе популярно заниматься в библиотеках их очень много но мне комфортнее работать из дома в удобной одежде и пить чай параллельно ну а теперь мы заходим в столовую она начинается вот с такого кафетерия тут можно взять кофе газировки сладости булочки и тогда ну а дальше находятся сами уголки с едой очень удобно что в приложении университета у нас на неделю вперед публикует расписание и можно заранее выбирать где и что хочется взять мне кажется это удобно сейчас идем в мое здание но перед этим зайдем за кофе моя всегда большая традиция еще со времен учебы в мгу из интересного я учусь на двух языках на английском и на французском и сегодня у меня как раз таки пара climatic change изменение климата на английском с английском с английским проблем нет очень классно интересно нравится с французским сложно но экзамены можно сдавать на английском и со всеми можно коммуницировать на английском поэтому в этом особо тоже проблем нет но французский правда дается очень тяжело я взяла кофе поэтому сейчас будем на пару так выглядит здание в котором я учусь со стороны тут расположен мой факультет и сейчас покажу что там внутри все начинается такого холла тут кстати можно взять вкусный кофе а вот там наверху можно ботать между парами кстати экологическая повестка стоит очень острая и мусор сортировать можно буквально везде мне кажется это очень круто теперь давайте зайдем в аудиторию я обычно сижу ближе к началу потому что у меня не очень хорошее зрение сейчас немного расскажу про учебный процесс и те отличия которые есть здесь с нашей российской системой вообще главное отличие которое я заметила но она сразу бросается в глаза это по сути самостоятельная траектория обучения самостоятельно выбираешь курса которые хочешь изучать достаточно большой выбор можно прочитать про них подробности поспрашивать у ребят со старших курсов советует о них не советует и это полностью самостоятельное выстраивание расписание то есть тут есть просто определенная нагрузка определенный лимит который нужно выполнить за два года может быть даже за три то есть вот эта граница она тоже весьма расплывчатая то есть максимально можно учиться три года минимально два и за это время просто нужно выполнить определенную нагрузку в этом семестре я выбирала предметы из двух категорий одна из них называлась фундамента то есть это какие-то фундаментальные предметы и другая часть это методы и я выбрала предметов по каждой части первый предмет у меня был climate change изменение климата также у меня была экономика и окружающая среда политика и окружающая среда это лекционные пары и из методов я выбирала анализ данных там мы немного программировали достаточно интересный предмет и мне понравился также я выбирала предмет на моделирование систем это по-французски звучит модели за съемок и там были очень интересные задания например нам нужно было смоделировать систему а например есть ванна в ней есть в нее с определенной скоростью падает вода открыта дырка из которой вода выливается и нужно смоделировать что произойдет быстрее она переполнится или нет это очень важно для понимания в принципе систем в географии экологии и это был тоже классный предмет и еще один предмет который я выбирала это было методы и приборы это был сложный предмет потому что нам нужно было самостоятельно спаять прибор это было что-то новое в принципе вот эти предметы по методам большинстве своем они были для меня новыми то что было больше связано с экологией в той или иной степени я изучала знала но тем не менее любимой пары у меня было изменение климата ну и конечно пару слов хочется сказать про мою любимую часть семестра подробнее рассказывала в телеграм-канале это недельная практика в альпах это было во-первых красиво а во-вторых очень интересным ну что ребята у меня наступили долгожданные выходы и я отправляюсь в стразбург во францию на главную рождественскую ярмарку европы буду вам все показывать сейчас уже еду в поезде и за швейцарией во францию итак я в стразбурге а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok